МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неизменный атрибут новогоднего торжества и источник повышенной опасности. Специалисты надзорных служб проводят профилактические рейды по местам продажи пиротехники. Гимальские больницы начали оказывать плановую медицинскую помощь. Как попасть на прием к врачу? Из безработного в бизнесмена за 2020 год пятеро муравленковцев стали предпринимателями. Здравствуйте! Теперь об этих и других событиях расскажем более подробно. Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы за последние сутки в 13 муниципалитетах округа. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на Ямале получено 187 положительных тестов на COVID-19. Из этого количества заболевания подтвердилось у 11 рабочих вахтовых поселках. Еще 176 человек заболели муниципалитетах округа. Самое большое количество новых случаев зарегистрировано в Новом Уренгое и Надымском районе по 22. У Муравленка за сутки получено 15 положительных тестов. Всего на Ямале госпитализировано 1056 пациентов. 55 находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели за сутки 254 человека. Количество летальных исходов выросло до 297. За сутки скончались три пациента с коронавирусом в Ноябрьске и Новом Уренгое. Председатель кабинета министров Михаил Мишустин заявил, что акушеркам и медсестрам будут выплачивать подъемные. Компенсационные средства получат те, кто переедет работать в села или небольшие города. Количество жителей в населенных пунктах не должно превышать 50 тысяч человек. Специалисты, которые переводятся в дальневосточные и арктические регионы или на крайний север, получат 1 миллион рублей. Сотрудники, переезжающие на остальные труднодоступные территории, смогут рассчитывать на материальную поддержку в 750 тысяч рублей. Другим назначат 500 тысяч рублей. Предполагается, что принятые меры позволят избавить местности от кадрового дефицита, а медпомощь на сельских территориях сделают более доступной. Такие преференции помогут в решении проблемы кадрового дефицита и сделают медицинскую помощь более доступной в сельских территориях, а также поддерживают медицинских работников во время распространения инфекции. В этом году на Ямале 236 врачей получили работу в медицинских организациях округа. В регионе действуют программы поддержки для привлечения врачей в медицинские организации «Земский врач» и «Врачи, нужные Ямалу». Молодые специалисты получают единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей и ежемесячную выплату, равную 8 тысячам. С этого года работники здравоохранения первичного звена и скорой помощи получают служебные квартиры, которые они смогут оформить собственность спустя 10 лет рабочего стажа. Городская больница перешла на оказание плановой помощи. Учреждения продолжают работать с соблюдением усиленных мер эпидембезопасности. Как попасть на прием к врачу и в каком режиме работают отделения стационара Муравленко, узнавала Наталья Матюшкина. Эпидемиологическая ситуация постепенно стабилизируется. Медицинские учреждения возвращаются к обычному режиму работы. Оказание плановой помощи в поликлиниках города долгое время ждали и жители, и врачи. На сегодняшний день она восстановлена именно для категории пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, которые должны и имеют сегодня возможность ее получить. Как у терапевтов, так и у узких специалистов. Записаться можно на прием планово через электронную регистратуру. Если возникают вопросы для их разрешения, можно оставить заявку на телемедицинскую консультацию и получить ответ в течение дня. Центр телемедицины развернулся на втором этаже взрослой поликлиники. Здесь специалисты консультируют горожан по вопросам коронавирусной инфекции. Помощь оказывают оперативно, а прием длится столько, сколько требуется пациенту. Здравствуйте. Светлана Васильевна, как самочувствие ваше? Да, да, да. Могу. Так, хорошо. Температура намулизовалась, да? В 12 субботу, да. Развитие технологии «Врач-пациент» позволяет получить квалифицированные медицинские консультации в условиях ограничительных мер. Система уменьшает нагрузку на медиков, при этом обеспечивает контакт врача с пациентом для оценки его состояния и корректировки плана лечения. Они могут задать вопросы по ухудшению, если им плохо, по открутию больничного листа. Также, если нужно узнать результат мазка, если нужно назначить контроль лечения, они тоже обращаются в колл-центр и их записывают в телемедицину. По мере поступления звонков мы стараемся сразу их обрабатывать. Профилактические осмотры и диспансеризация населения в округе пока частично приостановлены. Их возобновят с января. Медосмотры доступны только тем, кому нужна справка для трудоустройства или получение водительского удостоверения. А вот оказание плановой стационарной медпомощи в городе возобновилось с 8 декабря. Конечно, коечный фонд для оказания плановых больных у нас сейчас поменьше. Это объем коечного фонда. Это произошло потому, что детский, так называемый детский корпус, то есть корпус педиатрического и акушерского отделения, на базе него развернуты койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время в госпитале развернуто 40 коек. Лечение там проходят 28 пациентов. Акушерское и педиатрическое отделения временно находятся в здании хирургии. Бывает, что родители не хотят вызывать скорую медицинскую помощь, и просто сами обращаются в приемное педиатрическое отделение. Сейчас нужно обращаться в приемное отделение хирургического корпуса. Напомню, что эта неделя для ямальцев стала длиннее на один день. Власти объявили субботу, 19 декабря, рабочим днем, чтобы 31-е сделать полноценным выходным. В связи с этим изменился и график работы поликлиник. 19 декабря мы работаем в обычном режиме. Полностью все специалисты выходят на рабочий день. 31 числа для всех специалистов выходной поликлиника работает по субботнему графику. Наталья Матюшкина, Виталий Седняев, Новости Муравленко. Ямальские депутаты сегодня закрыли осеннюю сессию. Парламентарии провели последнее в уходящем году заседание. В повестке несколько десятков вопросов. На сегодняшнем заседании были приняты поправки в окружной закон об административных правонарушениях. Среди них так называемый закон о тишине. С нового года ночные часы тишины будут продлены на час. Также в документ включили два обеденных часа покоя. Кроме того, увеличились минимальные штрафы. Предлагается с 1 января 2021 года установить на Ямале часы тишины с 22 до 8 часов в будние рабочие дни и с 22 до 10 утра в выходные, нерабочие и праздничные дни. К нам обратились наши коллеги из «Справедливой России». Они предложили продлить время обеденной тишины, обеденного спокойствия до 15 часов, ориентируясь на быт семей с маленькими детьми. Также окружные парламентарии приняли закон о возложении части полномочий по регистрации актов гражданского состояния многофункциональным центром. Принятие закона предоставит жителям возможность получать свидетельство о рождении и смерти в МФЦ. Исключение составит акт рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с установлением отцовства. Внесены изменения в закон автономного округа о применении патентной системы налогообложения и расширен перечень видов предпринимательской деятельности по патенту с 64 до 80. Патентная система налогообложения освобождает от необходимости предоставления отчетности, позволяет выбрать срок действия патента. Кроме того, многие виды патентной деятельности не требуют применения кассовых аппаратов. Реализация закона позволит создать условия для поддержки малого бизнеса в части снижения налоговой нагрузки на предпринимателей. За 10 лет количество потребителей наркотиков на Ямале снизилось в два раза, а количество наркопреступлений в полтора раза. Такую статистику озвучили на заседании антинаркотической комиссии под председательством губернатора Дмитрия Артюхова. В этом году зарегистрировано 512 преступлений, связанных с наркотиками, что на 4% меньше, чем в прошлом году. К административной ответственности привлечено 334 человека. С 74 до 131 увеличилось количество раскрытых наркопреступлений, совершенных с использованием IT-технологий. К уголовной ответственности привлечено 106 человек. В Роскомнадзор для блокировки направлена информация о 304 сайтах, содержащих пропаганду наркотиков. Особое внимание уделяется профилактике, в том числе и среди молодежи. Отмечается, что среди населения снижается интерес к наркотикам и психоактивным веществам. Об этом говорят социологические опросы. В Муравленко проводят профилактические рейды по местам продажи пиротехнических изделий. Салюты, фейерверки, петарды – неизменные атрибуты новогоднего торжества. Но они могут быть источником повышенной опасности. В одном из рейдов побывала Ирина Бугрим. Несоблюдение правил применения пиротехнических средств может создать угрозу для жизни и здоровья, привести к быстрому возникновению пожара. Самое главное – покупать фейерверки и салюты необходимо в специализированных торговых точках и ни в коем случае ни в местах несанкционированной торговли. Ведь это товар повышенной опасности. В Муравленко приобрести пиротехнику можно в четырех торговых точках. В местах продажи должны соблюдаться правила хранения пиротехнического товара. Установлены системы оповещения о пожаре. В наличии должны быть исправные огнетушители. Особое внимание обращалось на соответствие сертификатов, товарных накладных, на имеющиеся пиротехнические изделия. С продавцами проводился дополнительный противопожарный инструктаж на соблюдение мер пожарной безопасности. Важно, чтобы не только покупатель пиротехнических изделий знал правила безопасности при их использовании, но и продавец, а также любой работник предприятия торговли, где реализуется подобная продукция. Приобрести товар могут только граждане старше 16 лет, а некоторые изделия разрешено продавать только совершеннолетним. При запуске пиротехнической продукции следует соблюдать требования пожарной безопасности, а именно это расстояние от зданий и сооружений. Также следует придерживаться инструкции завода-изготовителя, соблюдать возрастной ценз, не допускать для запуска детям, подросткам, не захисли как минимум 16 лет. Чтобы не случилось беды, нужно взять за правило серьезно и четко соблюдать инструкции, которыми снабжены все салюты и фейерверки. Только тогда общение с пиротехникой доставит радость и не принесет вреда. Ирина Бугрим, Антон Иванов, Новости Муравленко. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с представителями общественных организаций округа, которые работают с детьми с особенностями здоровья. От Муравленко во встрече принял участие представитель общественной организации «Счастливые дети». В округе 61 организация включена в реестр поставщиков социальных услуг населению, 18 из них некоммерческие. В ходе встречи обсудили особенности работы с детьми с инвалидностью и необходимые меры поддержки. В свою очередь общественники поделились с губернатором своими успехами. Муравленковская организация «Счастливые дети» образовалась в городе почти два года назад, и многие родители занимаются здесь с детьми с самого основания. При поддержке администрации общественникам выделили помещение в здании городского рынка. Здесь был создан мини-реа-центр «Волшебный мир развития». Это целый комплекс мер реабилитации маленьких горожан с нарушениями здоровья. Месяц назад мы въехали в новое просторное помещение площадью почти 100 квадратов, предоставленное нам администрацией города. Наша ближайшая цель достигнута – создан небольшой реабилитационный центр. Сейчас наши дети проходят интегрированные занятия на аппарате, там отец, работают по программе «Интерактивный метроном», занимаются в сенсорной комнате. Сейчас центр посещает 15 малышей. Диагнозы разные. В основном это аутизм, детский церебральный паралич, синдром Дауна. И главное, говорят родители, при системной работе они видят положительную динамику в развитии детей. Муравленковцы, оставшиеся без работы в период пандемии, могут открыть свое дело. Осуществить мечту и реализовать бизнес-идею помогают службе занятости населения. В этом году единовременную финансовую помощь получили пять жителей Муравленка. Тему продолжит Алена Гафарова. Открыть собственный кабинет семейного диетолога – давняя мечта Александры Волчковой, мамы троих детей. Саша – дипломированный специалист. Ее клиенты – это люди с проблемой недостаточного или лишнего веса, а также с различными заболеваниями. Она помогает наладить питание, составить грамотное и полноценное меню и в течение нескольких месяцев буквально ведет человека к здоровому и комфортному рациону. Моя задача не только, чтобы человек сбросил вес, моя задача – научить рационально и правильно кушать, чтобы человек понимал, что он кушает, чтобы этот вес не скакал. Со своей идеей и большим желанием помогать людям Александра обратилась в службу занятости. Благодаря программе профобучения получила еще одно образование – специалист по детскому питанию. А после решила заявиться и на финансовую поддержку для открытия собственного бизнеса. Я встала на учет в Центр занятости населения, и там уже они мне помогли с бизнес-планом. То есть у меня была идея, они мне ее помогли реализовать, и плюс еще профинансировали мне начальный этап моего открытия, как именно индивидуального предпринимателя. По программе «Содействие самозанятости» Александре выделили финансовую помощь на реализацию бизнес-проекта. Эти деньги пойдут на покупку мебели и необходимого оборудования. В скором времени кабинет семейного диетолога начнет работу на новом месте, где вместе с Александрой будет работать команда профессионалов. Еще недавно Елена Бычкова работала в банковской сфере. Оставшись без работы, зарегистрировалась на бирже труда. Поиски работы как самостоятельно, так и совместно с сотрудниками службы занятости успехом не увенчались. Тогда и решила начать свое дело – открыть студию биочистки, одежды и аксессуаров. Обучалась в Томске. Я приезжала туда, сдала свою вещь. Мне понравилось. И я думала об этом на протяжении нескольких лет. Вообще попробовать здесь такое открыть. Проект по открытию студии биочистки Елена представляла на комиссию три раза. И все же добилась положительного решения. Теперь благодаря финансовой поддержке она сможет оплатить франшизу, закупить вывеску, мебель и оргтехнику. Елена также создала рабочее место и трудоустроила девушку с инвалидностью, которая состояла на учете в службе занятости. Уже 11 лет служба занятости помогает безработным горожанам осуществить свою мечту и организовать собственное дело. За это время финансовую поддержку на открытие бизнеса получили более 80 муравленковцев. В этом году благодаря программе самозанятости статус безработного на предпринимателя сменили еще пять человек. Чтобы получить финансовую помощь в размере 91 700 рублей, необходимо быть незанятым гражданином и обратиться в Центр занятости населения. В установленном порядке быть признанным безработным, подготовить бизнес-план. Центр занятости также помогает в подготовке бизнес-плана и представить его на комиссии. При положительном решении комиссии с гражданином заключается договор и в течение месячного срока со дня заключения договора гражданин должен зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель в налоговой. Успешно пройти проверку комиссии несложно. Для этого достаточно четко понимать, как будет реализована идея. Она должна быть актуальной именно для нашего города. Вместе с тем нужно иметь профессиональные навыки, приветствуется и опыт работы. Финансовую помощь будущим бизнесменам служба занятости предоставит безвозмездно. Однако есть и некоторые нюансы. В течение трех месяцев с момента регистрации индивидуальным предпринимателем гражданину необходимо предоставить подтверждающие документы о том, что он реализовал 91 700 рублей именно на свой бизнес. Кроме этого, вести собственное дело необходимо в течение двух лет с момента открытия. За соблюдением этой нормы следят инспекторы биржи труда и проводят необходимые проверки. В случае закрытия бизнеса раньше срока, остаток финансовой помощи необходимо будет вернуться размерно неотработанному временем. Алена Гафарова, Андрей Нагибин, новости Муравленко. Лучшие педагоги и ученики детских школ искусств региона получили гранты губернатора Ямала, в том числе и преподаватель детской музыкальной школы нашего города Александр Мамчур. Он более 30 лет работает с детьми и столько же руководит оркестром русских народных инструментов преподавателей школы. Тему продолжит Татьяна Бойко. Видишь, штрихи прописаны легато, кнопки соль, потом стаккато, легато, стаккато. И здесь тоже легато, стаккато. Ты немножко не так выполняешь штрихи, я сейчас наезжаю, послушай внимательно. Он всегда со своими учениками на одной волне. Ребята его понимают с полуслова. Объяснять сложные вещи простыми словами – это еще один из его талантов. Александр Мамчур более 30 лет учит школьников играть на баяне и не только. С его легкой руки юные музыканты осваивают и ксилофон. Стараются играть так же виртуозно, как и наставник. Андрей Полищук пришел в класс к Александру Мамчуру 7 лет назад. Педагог понравился сразу. Особенно манера ведения уроков и подачи материала. Поэтому особых трудностей в учебе никогда не возникало. Несколько лет назад Андрей дал свой первый сольный концерт. Самый запоминающийся номер – дуэт с педагогом. Преподаватель зачастую просто наголо выше тебя в этом деле. И вот как-то хочется больше подготовиться, чтобы быть на одном уровне. Чтобы играть так же профессионально. Заставляет больше подготовиться, больше заниматься. Это очень важно. Это очень интересный союз. Александр Михайлович и дети. Он очень много дает детям. И причем дети, которые, может быть, сначала не очень-то хотят играть, но затем увлекаются. Увлекаются музыкой, увлекаются творчеством. Александр Мамчуров в Муравленко приехал в 89-м. В школе молодого педагога, выпускника Российской академии музыки имени Гнесиных, ждали с нетерпением. Гнесинка. Это, в общем, один из ведущих вузов России. Да, не только России. Там учатся иностранные студенты и считают это огромным счастьем. Поэтому, в общем-то, мне было удивительно, как так. Вот такой специалист не в Москве и не в Петербурге, а здесь вот у нас Муравленко. Но я думаю, что вообще школе повезло изначально, что профессионал такого уровня приехал сюда. Вот этот профессионализм – это, наверное, основная черта, которая идет через все годы, которые Александр Михайлович здесь работает. С музыкой он шагает по жизни с самого рождения. Отец Александра Мамчур тоже музыкант, баянист – пример для подражания. Поэтому в выборе профессии не было никаких сомнений. Музыкальная школа, училище, потом Гнесинка, даже армейская служба прошла в ансамбле песни и пляски «Красная звезда». Приехав в Муравленко, Александр Мамчур не только взялся за преподавательскую работу, но и возглавил оркестр русских народных инструментов преподавателей музыкальной школы. Хотя это казалось авантюрой. В музыкальной школе преподавателей-народников не было. А ведь домристы и балалайшники – это основной состав оркестра. Первоначально я, конечно, отказался, потому что не представлял, как это можно играть на чужих инструментах, допустим, на балалайке, на домре пианистам или скрипачам, или теоретикам, духовикам. Но где-то через месяц, может быть, полтора, все-таки согласился. И в ноябре месяце 1989 года мы начали первые репетиции оркестра. С тех пор прошло более 30 лет. Сегодня в репертуаре оркестра более 340 произведений. Классика, русская народная и популярная музыка. Большинство партитур для оркестра написал Александр Мамчур. Это тот случай, когда талантливый человек талантлив во всем. Его профессионализм плюс его человеческие умения, это, собственно говоря, и послужило тем, что оркестр живет и выступает, и хорошие программы мы играем. Александр Мамчур никогда не снижает темп в работе. Он требователен к себе и другим. Его любовь к детям, профессионализм и невероятное трудолюбие всегда приносят результат. А ученики постоянно участвуют в конкурсах самого разного уровня и занимают призовые места. Немало наград имеет и сам преподаватель. Татьяна Буйк, Антон Иванов, Новости Муравленка. От муравленковцев ждут заявки на парад Дедов Морозов. Городской фестиваль зимних волшебников и других сказочных персонажей пройдет 26 декабря. Мероприятие стартует в 12 часов в молодежном сквере. Там откроется фестиваль и пройдет дефиле, после чего состоится праздничное костюмированное шествие по улицам Ленина и Губкина до парка культуры и отдыха, где состоится открытие ледового городка. Прием заявок от Дедов Морозов на участие в параде ведется в Доме культуры Украины до 20 декабря. Все подробности можно уточнить по телефону 44 350. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте муравленко24.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова